По словам специалистов, в начале весны в республиканское постановление перевозки были внесены изменения, чтобы оно соответствовало федеральным нормам. На ситуацию с льготниками это изменение никак не повлияло, отмечают в профильном ведомстве. То есть как раньше перевозку осуществляли наши перевозчики, так они и продолжают сейчас осуществлять. Льготники на тех же условиях садятся в транспорт и едут. Что хотелось сказать конкретно Абакана, то в Абакане много лет уже льготная перевозка осуществляется только муниципальным транспортом. Потому что у нас в городе очень хорошо разная маршрутная муниципальная сеть и автобусы ходят достаточно регулярно. Поэтому вопросов по перевозке граждан здесь никогда не возникает. Поэтому здесь льготники и пользовались муниципальным проездом и будут пользоваться. И любой льготник, который приезжает с другой территории, он точно так же может пользоваться нашим муниципальным транспортом городским, абаканским. Кроме того, в Минтруда и соцзащитах Акасии пояснили, что в других населенных пунктах льготная категория граждан пользуется коммерческим транспортом, только потому что там в принципе не существует системы муниципальных перевозок. Продолжение следует...